Виктор Драгунский великий поэт, писатель, актер, сценарист, автор песен, подаривший много потрясающих произведений не только взрослым, но и совсем юным читателям. Его добрые и веселые истории про девчонок и мальчишек читаются детьми с интересом и удовольствием. В замечательных рассказах Виктора Драгунского приоткрывается завеса над самой обыкновенной жизнью ребят. Как они общаются с друзьями, как ведут себя с родителями, в какие попадают интересные и забавные ситуации. Исокогорская детская библиотека номер 13 предлагает познакомиться с рассказом Виктора Драгунского «Похититель собак». Еще вот какая была история. Когда я жил у дяди Володи на даче, недалеко от нас жил Борис Клементьевич. Худой такой дядька, веселый, с палкой в руке и высокий, как забор. У него была собачка под названием «Чапка». Очень хорошая собачушка. Черная, мохнатая, морда кирпичом, хвостик торчком. Я с ней очень подружился. Вот один раз Борис Клементьевич задумал идти купаться, а чапку не захотел с собой брать, потому что она уже один раз ходила с ним на пляж. И из этого вышла скандальная история. В тот раз чапка полезла в воду, а в воде плавала одна тетенька. Она плавала на автомобильной камере, чтобы не утонуть. И она сразу закричала на чапку. Пошла вон. Вот еще не хватало собачью заразу напускать. И стала брызгать на чапку. Вон пошла вон. Чапке это не понравилось. И она прямо на плаву хотела эту тетку цапнуть. Но до нее не достала. А камеру все-таки ухватила своими остренькими зубками. Один только разик уснула. И камера зашипела и выдохлась. А тетенька стала думать, что она тонет. И она завизжала. «Тону, спасите!» Весь пляж страшно перепугался. И Борис Клементьевич кинулся ее спасать. Там, где эта тетенька барахталась, ему река была по колену, а тетеньке по плечи. Он ее спас. А чапку постигал прутиком. Для виду, конечно. И с тех пор перестал ее брать на реку. И вот теперь он попросил меня погулять во дворе с чапкой, чтобы она не увязалась за ним. И я вошел во двор, и мы стали с чапкой носиться и кувыркаться, прыгать и колбаситься, подскакивать и вертеться, и лаять, визжать, и смеяться, и валяться. А Борис Клементьевич спокойно ушел. И мы с чапкой вдоволь наигрались. А в это время мимо забора шел Ванька дыхал с удочкой. Он говорит, «Дениска, пойдем рыбу ловить». Я говорю, «Не могу, я чапку стерегу». Он говорит, «Посади чапку в дом, захвати свой бредень и догоняй». И пошел дальше. А я взял чапку за ошейник и тихонечко поволок по траве. Она легла, лапки кверху и поехала, как на салазках. Я открыл дверь, втащил ее в коридор, дверь прикрыл и пошел за бредней. Когда я опять вышел на дорогу, Ваньки уже не было, он скрылся за углом. Я полетел его догонять, и вдруг возле продовольственной палатки вижу. На самой середине дороги сидит моя чапка. Язык высунула и смотрит на меня, как ни в чем не бывало. Вот тогда. Это значит, я дверь плохо прикрыл. Или она еще как-то исхитрилась и, наверное, прибежала дворами. А теперь сидит, встречает. Умна. Но ведь мне надо спешить, там Ванька уже, наверное, рыбу таскает. А я тут с ней возись. Главное, я бы взял ее с собой. Но Борис Клементьевич может вернуться, и если он ее не застанет дома, он разволнуется, бросится искать, и потом меня будут ругать. Нет, так дело не пойдет. Придется ее обратно волочить. Я схватил ее за ошейник и потащил домой. На этот раз чапка упиралась в землю всеми четырьмя лапами. Она волоклась за мной на своем животе, как лягушка. Я ее еле доволок до дверей. Открыл узенький ущелку, впихнул, и дверь захлопнул крепко-накрепко. Она там заручала и залаяла. Но я не стал ее утешать. Я обошел весь дом, закрыл все окна и калитку тоже. И хотя я очень устал от возни с чапкой, я все-таки припустился бежать к реке. Я довольно быстро бежал, и когда я уже поравнялся с трансформаторной будкой, из-за нее выскочила опять чапка. Я даже оторопел. Я просто не верил своим глазам. Я подумал, что она мне снится. Но и тут чапка стала делать вид, что вот она меня сейчас укусит за то, что я ее оставил дома. Рычит и лает на меня. Ну погоди же, я тебе покажу. И я стал хватать ее за ошейник. Но она не давалась. Она увертывалась, хрипела, отступала, отскакивала и все время лаяла. Тогда я стал приманивать. Чапочка, чапочка, тю-тю-тю, лохмушенька, на-на-на. Но она продолжала издеваться и не давала себя поймать. Главное, мне мешал мой бредень. У меня была не та ловкость, и мы так долго скакали вокруг будки. И вдруг я вспомнил, что недавно видел в телевизоре картину «Тропою джунглей». Там показано, как охотники ловят обезьян сетями. Я сразу сообразил. Взял свой бредень, как сачок, и хлоп, накрыл чапку, как обезьянку. Она прямо взвыла от злости. Но я быстро закутал ее, как следует, перекинул бредень через плечо и, как настоящий охотник, потащил ее домой через весь поселок. Чапка висела у меня за спиной в сетке, как в гамаке, и только изредка подвывала. Но я уже не обращал на нее никакого внимания, а просто взял ее и вытряхнул в окошко, и припер его снаружи палкой. Она сразу там залаяла и заручала на разные голоса, а я уже в третий раз побежал за вами. Это я так рассказываю быстро, а на самом деле времени прошло очень много. И вот у самой реки я встретил Ваньку. Он шел веселый, а в руке у него была травинка. А на травинке нанизаны две уклейки, большие, с чайную ложку каждая. Я говорю, ого, а у тебя, вижу, здорово клевало. Ванька говорит, да, просто не успел вытаскивать. Давай отнесем эту рыбу моей маме на уху, а после обеда снова пойдем. Может, и ты что-нибудь поймаешь. Итак, за разговором мы незаметно дошли до дома Бориса Клементьевича. А около его дома стояла небольшая толпа. Там был дядька в полосатых штанах с животом, как подушка. И еще там была тетенька, тоже в штанах и с голой спиной. Был еще мальчишка в очках и еще кто-то. Они все размахивали руками и что-то кричали. А потом мальчишка в очках увидел меня, да как закричит. Вот он, вот он сам, собственной персоной. Тут все обернулись на нас. И дядька в полосатых штанах завопил. Какой, с рыбой или маленький? Мальчишка в очках кричит. Маленький, хватайте его, это он. И они все кинулись ко мне. Я немножко испугался и быстро отбежал от них. Бросил бредень и влез на забор. Это был высокий забор. Меня ни почем снизу не достать. Тетенька с голой спиной подбежала к забору и стала кричать нечеловеческим голосом. Отдай сейчас же бобку. Куда ты его девал, негодник? А дядька уткнулся животом в забор, кулаками стучит. А где моя Люська? Ты куда ее увел, признавайся? Я говорю, отойдите от забора. Я никакого бобку не знаю. И Люську тоже. Я даже с ними не знаком. Ванька, скажи им. Ванька кричит. Что вы напали на ребенка? Я вот сейчас как сбегаю за мамой. Тогда узнаете. Я кричу. Ты беги поскорее, Ванька. А то они меня растерзают. Ванька кричит. Держись, не слезай с забора. И побежал. А дядька говорит. Это соучастник. Не иначе. Их тут целая шайка. Эй, ты на заборе. Отвечай сейчас же. Где Люся? Я говорю. Следите сами за своей доченькой. Ах ты еще острить. Слезай сию минуту. И пойдем в прокуратуру. Я говорю. Ни за что не слезу. Тогда мальчишка в очках говорит. Сейчас я его достану. И давай карабкаться на забор. Но не умеет. Потому что не знает, где гвоздь. Где что. Чтобы уцепиться. А я на этот забор сто раз лазил. Да еще я этого мальчишку пяткой отпихиваю. А он, слава богу, срывается. Стой, Павля, говорит дядька. Давай я тебя подсажу. И этот Павля стал карабкаться на этого дядьку. И я опять испугался. Потому что Павля был здоровый парень. Наверное, учился уже в третьем или в четвертом классе. И я подумал, что мне пришел конец. Но тут я вижу, бежит Борис Клементьевич. А из переулка Ванькина мама и Ванька. Они кричат. Стойте. В чем дело? А дядька орет. Ни в чем не дело. Просто этот мальчик ворует собак. Он у меня собаку украл. Люсю. И тетенька в штанах добавляют. И у меня украл. Бобку. Ванькина мама говорит. Ни за что не поверю. Хоть режьте. А мальчишка в очках вмешивается. Я сам видел. Он нес вашу собаку в сетки. За плечами. Я сидел на чердаке. И видел. Я говорил. Не стыдно врать? Чапку я нес. Она из дома удрала. Борис Клементьевич говорит. Это довольно положительный мальчик. С чего бы ему вдруг вступить на стадию преступлений и начать воровать собак? Пойдемте в дом. Разберемся. Иди, Денис, сюда. Он подошел к забору. И я прямо перешел к нему на плечи. Потому что он был очень высокий. Я уже говорил. Тут все пошли во двор. Дядька фыркал. Тетенька в штанах ломала пальцы. Очкастый Павля шел за ними. А я катился на Борисе Клементьевича. Мы взошли на крыльцо. Борис Клементьевич открыл дверь. И вдруг оттуда выскочили три собаки. Три чапки. Совершенно одинаковые. Я подумал, что это у меня в глазах троица. Дядька кричит. Люсечка. И одна чапка кинулась и вскочила ему прямо на живот. А тетенька в брюках и Павля вопят. Бобик. Бобка. И рвут второго чапку пополам. Она за передние ноги тянет к себе. А он за задние к себе. И только третья собака стоит возле нас. И вертиком хвостит. То есть хвостиком вертит. Борис Клементьевич говорит. Вот ты с какой стороны раскрылся? Я этого не ожидал. Ты зачем напихал полный дом чужих собак? Я сказал. Я думал, что они чапки. Ведь как похоже. Одно лицо. Прямо вылитые собачьи близнецы. И я все рассказал по порядку. Тут все стали хохотать. А когда успокоились, Борис Клементьевич сказал. Конечно, неудивительно, что ты обознался. Скотч-терьеры очень похожи друг на друга. Настолько, что трудно бывает различить. Вот и сегодня. По совести говоря, не мы, люди, узнали своих собак. А собаки узнали нас. Так что ты ни в чем не виноват. Но все равно знай, что с этих пор я буду называть тебя похититель собак. И правда, он меня так называет. Субтитры создавал DimaTorzok